Более 100 тысяч обращений поступило во многофункциональные центры Ненецкого округа в 2019 году. Самыми популярными запросами оказались услуги Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты округа. О том, какие новшества появились в 2019 и какие ждать в 2020 году, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Очень хорошо обслуживать, да, очень. Делать прекрасно все. Сейчас надо будет дать реквизиты, я сам здесь был, вот буду просить их, чтобы они там с карты сняли реквизиты. Они сделают. Все устраивает. Единственное ожидание очереди долгая. Бывает. А так нормально? Нормально. Хорошо, понравилось. Удобно, мы все документы скопировали здесь в электронном виде, приходим только, пишем заявление и все. Очень удобно. Для удобства жителей в многофункциональном центре на протяжении года появлялись различные новшества. В частности, организован прием документов в единое хранилище, что в перспективе позволит улучшить качество приема документов и сократит время оказания услуг. Также появились платежные терминалы не только в городе, но и округе, что существенно облегчает задачи жителей на селе. Организована работа у нас в центре телефонного обслуживания. Для нас это вообще такой серьезный шаг, потому что мы перешли на IP-телефонию полностью. Это, в общем-то, позволило нам усовершенствовать работу наших телефонистов и, в общем-то, повысить качество обслуживания населения в части их информирования, консультирования. И еще одно новшество прошлого года – предоставление услуги на получение загранпаспорта нового образца. Причем в 2020 году эта услуга будет еще более оптимизирована. Если раньше для получения паспорта надо было все равно обращаться в ОФМС, то сейчас все необходимые биометрические данные смогут собрать в многофункциональном центре с помощью новейшей криптокабины. На сегодняшний день криптокабина взяла в 500% после установки. В ближайшее время она начнет свою работу. Заявителю будет вдаваться штрих-код, по которому он сможет самостоятельно внести свои биометрические данные, снять отпечатки пальцев в криптокабине и сделать фотографию на новый загранник. Мы сейчас анализируем, смотрим те услуги, которые предоставляются, те процессы, которые происходят. Будем их а – автоматизировать и б – приближать их к жителю. И, наверное, такой большой и основной задачей на этот год и на ближайшие, я чуть ранее говорил, это уже проактивность. То есть проактивность – это услуги не по заявлению, а услуги по факту наступления события. Добавлю, в ближайшем времени жителям поселений также можно будет получить загранпаспорт при помощи портативной техники, которую будут отправлять в филиалы МФЦ. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.